Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня 25 января у нас. Мы находимся в Нос-Рассаднике, где последняя партия высеянных огурцов. Этот посев производился 16 января. Мы планируем его через неделю где-то на высадку. 10 дней, 12 дней, две недели где-то получается. Сейчас, как вы видите, сходы у нас почти 99 процентов. Редко где увидишь, что нету, за исключением некоторых. В основном сходы очень хорошие. Это, как я вам уже говорил, мы все огурцы поделили на три периода. Один очень ранний, другие вот ранние. А это вот высаживаем эту партию 16 посеяли, где-то через 20 дней. Это получается вот числа 5-6. Там будем высаживать на постоянное место. И мы планируем уже вот с этой партии получить такой нормальный тоннажей, потому что она попадет уже почти в феврале будет на месте высадка. В марте начнет плодоношение. То есть при хорошем световом дне, нормальный световой день будет весеннее равнодействие 22 марта. К этому времени она должен массовые урожаи, тоннажи получать. Мы так планируем. И, как вы видите, сходы очень хорошие, на эту партию мы также много экспериментальных гибридов многих фирм посадили специально. Это для того, чтобы посмотреть, как у нас вот при нормальных сроках высева и высадки на постоянном месте, как будет давать плодоношение качество плода, количество плода. И, соответственно, от этого будем смотреть и выбирать гибриды. Конечно, в этом году и поле на этот период и поле, и Кассиус высеяли. К этому периоду они тоже, как опыт тех лет, показывают, что они дают красивый, шикарный урожай и очень высокий урожай. И как раз сравним и в дальнейшем мы вам скажем, вот при ранних высадках, когда началось плодоношение, при средних и при более поздних сроках высадки огурца и какие гибриды, какие сорта на более урожайные, качество, транспортабельность. Конечно, это все влияет на деятельность теплиц, потому что если не будет прибыли, если будет теплица убыточная, соответственно, это неправильно, это может идти к закрытию. Если будет очень урожайно, в хороших ценах качество хорошее, естественно, будет продолжение и высадки, и развитие тепличного хозяйства. Чтобы поймать, вот это каждым годом идет изменение. Вот лет 5-10 лет назад у нас вообще теплиц мало было, спрос был большой, мы высаживали в один сезон, были такие сорта, гибриды, короче, совсем не те, которые, то есть выбора не было у покупателей. И с каждым годом вот этот сроки высадки все изменяется, и качество продукции у нас в основном диктует рынок, и а вот рынок у нас диктует вот именно в разные периоды получать более ранний урожай, качество плода, конкуренция очень высокая. Чтобы всю эту конкуренцию выдержать, необходимо вот эти операции, вот разные сроки посадки. Поэтому мы это так делаем, чтобы в дальнейшем всегда быть на плаву. И вам желаю правильные сроки выбрать правильную культуру, правильные сорта, чтобы получать хорошие урожаи и быть всегда в прибыли. На этом все. Спасибо за внимание.